Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух. Добрый день, дорогие друзья! Вот и наступили долгожданные зимние каникулы. Они, скажу вам, не короткие, длительные. И, возможно, вы никуда не уехали. Возможно, вас часто будут посещать гости. Возможно так, что дома не всегда нужное количество продуктов. Но курица и картошка есть практически у каждого в семье в холодильнике. Поэтому хочу предложить вам интересный рецепт приготовления курицы с картошкой, которая все это будет запекаться в духовке. Я использую сегодня крылышки, но это могут быть любые части курицы. Это могут быть бедрышки, это может быть разделанная курица. Какие продукты нам нужны? Ну, в принципе, как я и сказала, курица и картошка. У меня крылышки. Картошку я почистила, порезала на такие большие долечки. Все абсолютно произвольно. Это зависит от того, конкретно рецептуру вам не скажу, по количеству ингредиентов. Все зависит от того, от количества гостей и в каком противне вы будете готовить. Картошка. Крылышки я их замочила, замариновала на ночь. Можно часа на 2-3, этого достаточно будет. Здесь у меня горчица, соевый соус, соль, перец. И вот такие вот, мне понравились специи, аджика называется, сухая, любимый продукт кавказских долгожителей. Вот. Добавила вот это сюда же. Все это дело замариновала. Нарезала здесь все произвольно, все в одной чаше. Красный болгарский перец, морковь, лук. Теперь, что нам остается, все это соединить прямо в противне, в котором будем выпекать. А пока я все это готовлю, духовка у нас разогревается при 200 градусах. Высыпаем картошечку. Все это можно перемешать прямо здесь в блюде. Посолить по вкусу. Здесь у меня все уже сделано. Крылышки уже в своем вкусе, аромате. Поперчить. Добавлю. Вот эти специи, кстати, идут к любым мясным блюдам. К курице, к мясу, ко всему. Можно и применить универсальные приправы. И надо чем-то смягчить. Можно это сделать майонезом, а также можно сюда же горчицу. Но у меня горчица есть в курице, поэтому достаточно. И теперь можно все здесь перемешать. Высыпаем сюда же наши овощи. Все это сразу приобретает такой яркий оттенок с болгарским перцем и с морковью. Сюда можно также порезать и сельдерей. Я вообще люблю сельдерей добавлять и в салаты, и в горячие блюда. И сверху выкладываем наши крылышки. Видите, это как все быстро. И имея дома курицу и картошку, запросто можно накормить всех гостей, всю семью. Я думаю, все останутся довольны. И чуть-чуть маринада, соевым соусом сюда добавлю. Вот, мое блюдо готово. И отправляю его в духовку минут на 50, то есть около часа. Итак, готов вариант беспроигрышного блюда. Курица с картошкой в духовке. И вот что в итоге получилось. Очень ароматно, красиво. Курица, картошка с овощами запеченная. И можно выложить на тарелочку. Для этого, конечно, крылышки очень хорошо подходят. Если вы там, допустим, гости у вас. У всех одинаково на тарелочке. Картошка изумительно вкусная. Я так думаю. К чему-то картошку больше просят, чем саму курицу. Вот такая красота и вкуснотища получилась. Я жду ваши отзывы, ваши варианты быстрых обедов при наличии малых ингредиентов, малого количества продуктов дома. Я на этом с вами прощаюсь. Всем мира и добра. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва баракятах. Реак захлładaсь. Регатор субтитров. Регатор субтитров. Редактор субтитров.